Всем здравствуйте! Тоже очень хотелось бы поделиться своей историей. Меня зовут Мария, моей младшей дочери Ани, 3 с небольшим годом. У нас аутичный спектр. Лечение с Давидом мы начали 14 февраля. И после первого сеанса у нас стали происходить очень яркие изменения. После первого сеанса на следующий день Аня принесла пустую тарелку. Она ела в другой комнате суп и принесла мне пустую тарелку в кухню. Протянула ее и сказала «На». Я не поверила своим ушам, открыла глаза на нее, стою, смотрю. Она опять протягивает тарелку и опять говорит «На». Я, конечно, тарелку взяла, а она очень довольна и убежала. Через несколько дней мы пошли гулять. Хочу сразу сказать, что Аня очень трудно гуляет, что ее очень сложно собрать на улицу. И если мы все-таки выходим гулять, она залазит к нам на руки и снять ее с рук практически невозможно. Эту зиму она проездила спокойно в санках, но из них она не выходила ни разу. А в этот раз она из них вышла. Она из них вышла, стала ходить по снегу, потом она села в сугроб, потом она в него легла и начала ползать. Она трогала снег, она брала его в руки. Она смеялась, очень довольная. Я была в восторге. Я была очень рада, что наконец-то мой ребенок понял, что по снегу можно в лучшем случае не только ходить, но и играть с ним. После третьего сеанса у нас произошло что-то невероятное. Аня заметила игрушки. Она заметила маленького мишку. Этот мишка у нас где-то уже больше года, и на него она никак не обращала внимания. Она его не видела, игнорировала, не замечала. Он ей был совершенно неинтересен. Тут она его дала мне в руки. Я нажала на него, он пел песни. Аня с ним пританцовывала сначала, потом она начала его целовать. А потом она взяла свой поильник и начала его поить. И я, честно сказать, просто сидела и плакала, потому что я очень давно мечтала о том, что у меня Аня будет играть с игрушками. И это наконец-то сбывается. Хочу сказать, что Аня изменила отношение к своему брату. Раньше она очень особенно относилась к нему. Она раскладывала на своем столе тетрадки, книжки, маленькие игрушки и очень ревностно охраняла свой стол, никого туда не допуская. Это были крики, вопли, визги. Она отшвыривала, откидывала всех. Теперь нет, теперь такого нет. Она спокойно допускает, что с ее стола можно что-то взять. И такой реакции уже нет. Брат строит шалаши, а она в них лазит. Вернее, они в них вдвоем лазают. Они бегают, смеются, веселятся. Я очень довольна. Дома сейчас немножко поспокойной стала. Хочу сказать, что Аня замечательно стала засыпать. Не могу сказать, что у нас были проблемы со сном. Ну, последний год она где-то спит более-менее нормально. Долго засыпает нормально, но все равно. Ее приходилось укачивать где-то минут 15-20. А тут она засыпает за 2-3 минуты. Секрет. Нам музыку прислал Давид. Вот как раз под нее она и засыпает. Это происходит так. Аня слышит музыку, потом идет ложиться на подушку и засыпает. 2-3 минуты, и ребенок спит. Ну, просто чудеса. Я очень довольна, очень рада.